Начинается время самых интересных игр, потому что сейчас мы спределяли сеточки. А сейчас начнется матч против, точнее, Сикретов против коллектива Ликвид. Это типа Венера, которые уже между другом делят самый-самый важный слот. А он, напомню, у нас один среди четырех коллективов. И вот это уже решает с точки зрения сетки Венеров плей-оффа. Это решает с точки зрения того, что коллектив, который выйдет в плей-офф Венера, не будет играть плей-ин. Что добавит ему дни для отдыха, чтобы подготовиться еще лучше к матчам на плей-офф стадии. Да? Вот. Поэтому мы с вами ждем сейчас, когда уже начнутся драфты. Они уже начались на самом деле. И совсем-совсем скоро вам покажем, что же приготовили для нас команда. Я думаю, что они скорее ничего не готовили особо, а просто идут, так сказать, one by one, друг за другом. Плывут по течению. Да. И интересно продолжить свой Венстрик Ликвид, потому что они очень-очень крутые. Ну, Мэйл об этом замечал, что начали они с 0.4, заканчивают они сейчас уже шестой победой или седьмой победой. В общем, у них очень хорошо все. Ну, если брать еще Best of 1, да, как карты. Вот. И они прям молодцы, показывают себя в очень хорошем уровне. Напомню, что вчера они обыграли Nygma 2.1, сегодня они уже обыграли OG. И сейчас вполне вероятно могут даже сделать что-то невероятное и обыграть Сикретов, что, в принципе, будет даже не являться настолько большой сенсацией. Все сюрпризно, да, потому что они хотя бы чуть-чуть приблизятся к лучшим, к Na'Vi викингам МВП. Да. Ну, кстати, в случае с викингами, мне кажется, никого не вызывает вообще ни одного вопроса о том, почему они находятся так высоко. Скажи это любому три месяца назад, там, четыре. Да, да. Но мы видели, насколько поступательно и спокойно они шли вперед-наверх. Мне просто грустно, на самом деле, от того, что далеко не факт, что они удержатся при такой нестабильной ситуации внутри Dota. Да, мы видим, насколько быстро топовые коллективы смещаются с другими топовыми коллективами. Одни падают, там, не знаю, там, MadBoms. До патча две недели. До ситуации, м? До патча две недели, у меня осталось 14 дней. И они могут пропустить момент, когда они будут адаптироваться и так далее, кто знает. Короче, мне страшно за них. Потому что, ну, каждый раз команда, которая начинает выигрывать, она начинает снова разочаровывать. И это очевидно, потому что это онлайн-сезон, да, и все по-другому. Вопрос, на самом деле, ровно один, что у Аллы говорили первоначально, что выпустят патч в ноябре, насколько ты помнишь. Да, да. И мы уже ждали его прямо на снайпе-клубе. Со словами, да, что у вас будет время подготовиться к DPC-сезону. В итоге он выходит во второй половине декабря. Времени остается мало, поэтому у Аллы будет интересной. Ну, в одной руке у тебя будет рождественский перлог, а в другой будет патч. Да, справочник по доте. Либо же смотрит гейб из Новой Зеландии, что кто-то отменил мажор по КСу. Такой думает, хм, а давайте DPC перенесем, и все будет хорошо. И патч зайдет как в литой. Штормило. То есть ты предлагаешь просто отменить DPC-лини париться. Ну, типа, да. Нормально живем. Мы. Мы, не команда. Не команда. Не, команда тоже норм. Давай так, то есть плохо живут те, кто спонсирует команды. Это да. Ну, хочется ланы. Хочется ланы, конечно, уже. И хочется ланы, которые будут иметь DPC-очки. С ними всегда веселее и интереснее. Но DPC-очки не выдадут ланы автоматически. Это совершенно... Типа вот одно, вот второе. Да. Но хочется и ланы, и DPC на них. Давай вот так вот. Вот этот набор. И, пожалуйста, не он для китайских. Да. Но, к сожалению, он... Кстати, раздрафт, о котором мы говорили с Куроке, и его использовали Alliance, и Кура рассказывала нам о том, что Na'Vi, когда катали против них... Вообще, когда Na'Vi забрали у них эту стратегию, когда они играли КВ-шки, унигмы, я имею в виду, впоследствии, естественно, Na'Vi реализовывали его в официалках, Alliance забрали его себе, попробовали сами этот раздрафт в виде Шторма и Чана. И теперь мы увидим у Team Secret. Говорит, а? Да, все хороши. Вот это... Вот это вот много ходовочков. Все намного сложнее, чем у нас. Даже не нужно нанимать какого-то диктива, который проникнет к ним внутрь, вклинится в доверие, и будет этим самым промышленным шпионажем заниматься. Да, если просто Кура, позвони ему. Нет, просто поиграй с ним, типа, да, увидел одного, пошел ко второму, там этот... Короче, легко и непринужденно все стратегии уехали. Но будет интересно посмотреть, потому что, опять же, мы видели айсберга на Шторме, мы видели Виху на Шторме, мы много увидели, но сейчас будет, видимо, судя по всему, ниша. Ниша давно уже на Шторме не попадался, тем более против команды Liquid, которая вот так вот видит сейчас. Оракла с Сикером у себя, возведает Чана с Штормом, и я думаю, что они тоже смотрели матч Na'Vi, где они так раз за разом по всем переезжали. Но самое главное здесь, конечно, не сам Шторм, а то, насколько круто будет ему саппортить Чан с точки зрения стаков, с точки зрения, соответственно, возможности для того, чтобы давать ему хороший старт. Потому что айсберговский Шторм от него зависит очень сильно от ружины. Так как того, да, боттл, этот самый, телепорт, ну, то есть ушел с линии, прилетел на Чане обратно, скажем так. Да-да-да. Очень много крутых штуковин можно реализовать, и Шторму реально заходит, когда у тебя, ну, не нужно и лететь, или идти, или тратить телепорт через всю карту. Шторма еще очень заходит, когда он летает в толпу, он начинает меситься, и если Чан успевает подойти, то он дает меку, он дает захил, и Шторма при этом сложно развалить. Он так бегает на оверлевеле за счет этих стаков лесных, и за счет того, что у него темпы быстрее, так еще и убить очень сложно. А глядя на пик ликвидов, не видно, чтобы они хоть чем-то его убивали. Сикер кастует вторую, Шторм летит, Руптура, Шторм опять же летит, Оракл он по большей части сейвит, и Шторму пока приятно играть. Оракл пока обычно просто сидит под Штормом, да, когда Шторм на него летает, обычно так это работает. Ну, еще не вечер, три героя должно появиться, вот как раз-таки сейчас игры-то должны что-то банить, но пока первым уехала Фантомка, вторым Медуза. То есть им в целом плевать за Контрят или Шторма, потому что есть... Даже очевидно за Контрят, за три пика. Возможно, да, потому что есть некий план Б, под какого-то кор-героя, который не смог бы воевать с Фантомкой под Ораклом, с Медузой под Ораклом, и, видимо, ТБ какой-нибудь часу едет. Под Ораклом. Ну да, ТБшка на самом деле опасен под Ораклом, но у нас что-то в последнее время довольно мало этого героя. Ну, Рамзес играл недавно. Рамзес недавно играл плохо. Но только потому что, опять же, да, потому что это Рамзевик отдельно. Это закончилось, но играл. И, опять же, против Патма это все было. Да, да, да. Причем там же был сочный момент с тем, что он нажал манты, появилось две иллюзии, и он, и на настоящее появился прямо в стреле, в которую он уворачивался. Ну, вроде как эксперты говорят, что там невозможно было задерживать манты. Типа, что уже стрела была внутри хитбокса, и, типа, это просто время только оттянуло. Я не спец большой манты, но, по идее, они должны были, типа, раскинуться эти иллюзии, возможно, одна из них могла впитаться. Поверю на слово. Да. Я тоже не подмист совсем. И не манты-делец. Манты-делец окей еще, и на ТБ тоже поигрывал, но в молодости. Я могу за Пуджатте все рассказать. Хорошо. И за Феникса. Минус Свен, опять же, и секреты выбираю сейчас себе, наверное, Сапа. Да, это Рубик будет. Это... Это довольно интересно. Рубик для Тай... Прошу прощения. Для Эвзора. Для Эвзора, да. При этом всем... Ну, стилей здесь не то, чтобы супермного пока что-то. Ну, вообще-то есть сикер. Любой спелл суперэффективен. Ну, дамы, что-то дикие. Саленс ОП, Рубтур, это вообще, ну... Забей. Это начало-конца для сикера. И ручки тоже хорошо заходят. У нас висп остался в драфтах. Да, кому он нужен? Да, согласен, шарт бесполезен. Но, хоть и нужен вис под Оракла. Расскажи, что такое тайбрейк. Короче, берешь тай, берешь брейк. Соединяешь вместе. Получается, тайбрейк. А вот с этим звуком надо делать, как в клипе. Тайбрейк. И так далее. Ну, не показывали. Ну, не показывали, не показывали. Но я соединил. Картивые фигуры там, да. Я соединил. Вот. Соответственно, это переигровки на английском языке. Ча, чайный перерыв? Вообще, ну, чай ломать. Так вот, вернешься к испу. Ладно, он остался. На кой он им сдался? Ну да, у тебя два очень пассивных саппорта, которые только хилят. Такая да, два саппортов, да. То есть, опять же, медуза уже забанена. То есть, какой-то нужен нереальный гридовый, жадный и мощный керри, который точно всех выиграет. Угу. Сранный висп, я согласен с тобой. Ну, давай подумай, что у нас с виспом может прямо вот очень крепким быть. И вот какой герой прямо под виспом, он разрывает. Ну, типа, смотри, у нас в бане, да. Сларк здесь, кстати, не так плохо. Он и связывает шторма, и Рубик от него страдает, что тут жесть как. При этом все он под виспом, это герой не умирающий на сейфлейне. Кстати, вот сейчас Сларк еще более симпатично смотрится. Ну, да, ну, зай крепкий. Видишь, это Рубикен Тавр, шкомба. Потому что ты поднимаешь, роняешь, и он за это время два даблэджа дает. А это жара. Коптя. Пока, знаешь, типа, шторм на второй пик как-то смотрится уж очень хорошо. Пока он назвал любит весь драфт. В первых ты двух не особо боишься. Появляется висп, который тебе вообще ничего не делает. Плюс гира сверху. Лафа. Из единственного плюса, да, тут парни хотя бы живут. То есть ты можешь быть штормом, который может не хотеть дамажа для того, чтобы кого-то зафокусить, получаешь, соответственно, противник получает хил, ты не... То есть ты только занимаешься тем, что улетаешь обратно, тратить что-то команду. Но я с тобой согласен. Довольно странный раздрафт сейчас от пацанов. Но живут они, пока шторм не покупает Шиву и кор не покупает Скади. Здесь весьма приятный расклад, что Шива уже захочет штормом против данного драфта, а Скади зайдет на комнату из коров. И вот этот вот весь пик с отхилом, там еще, скорее всего, гирокоптер возьмет сатаник, он, естественно, резко теряет свою мощь. Мы уже говорили о том, что если команда набирает двух, а может быть и трех хилеров, то все это лэти закрывается Веселом, Скади и Шивой. Ну, зато разнообразие, да? То есть вы скажете, конечно, что в Висп Гиро это всегда было, но, с другой стороны, Ликвиды довольно-таки давно так не играли. Просто герои такие, что Висп Гиро не очень, там, как Кентавр, убегает на стампиде, там, он видит, куда летит Висп Гирокоптер, он нажимает на ульт, он может в Нив ехать, а может уехать. То есть, опять же, размен ультиметиями продает. Ну, не то, чтобы ты очень сильно уезжаешь по Труктуре, но да-да, так-то вообще, да. Не, если мы рассматриваем любую драку с того, что на ком-то лежит Труктуре, я согласен, тут уже можно садиться. Не на ком-то, кроме Шторма, что там-то ему плевать. Да, но у Секрет пока все намного симпатичнее. И при этом нет достойного ответа на Чена. То есть вот я уже вижу Чена, который берет четырех крипов, и единственное, чем откидываются Ликвиды, это Флэгкен на Гирокоптера с ультимейтом и Поляна Сикера. Какого кора еще оставили Сикретом на Сейфлайн? Там много вариантов. Подумать, да. Я брал Джиггернаут. Джиггернаут слишком хорош. Ну, я Бласситлир какого-нибудь. Ну да, в принципе, тот другой обладает одним и тем же. Джиггернаут слишком хорош. Особенно после появления Вокера теперь, да. То есть он просто нажимает на Блэдфьюри, он игнорирует все. Если на него дается Рептура, он может поставить палку рядом с самой и побежать ехать в кого-нибудь. Это тот самый стиль от Ликвид, который они снова забрали у викингов. То есть мы бафаем полностью одного героя, только в этот раз это не Медуза, а Гирыч. И вроде как, типа, герои делают одно и то же. У них есть сплэш. Ну, в смысле, не сплэш, а по всем урон физический. Вроде как есть какая-то магия и у одного и другого персонажа. Но мне кажется, что Гирыч все-таки потормозит ее немножко. И не настолько страшен. У него ноль модификаторов, сингл-таргет. В Фантомке ты модифицируешь криты на бешеную сумму. А это когда дрова? Дрова. Довольно интересно получилось. А как у этого ничего в сингл-таргет нет? Мне кажется, что дрова здесь так все. То есть она выиграет линию окей, может быть, ну, как минимум, отстает ее хорошо. А что дальше-то? Ну, а потом просто выиграешь игру. Ну, нормально. На темпчах, слушай, на темпчах все красиво у себя. У тебя здесь есть чем подсветить, есть чем подтанчить, есть чем жить. Нормально. Короче, на секрет. Легко, уверенно. Ну, не кажется, что вот эта старота под названием мы бафаем один вертолет, то есть у тебя оверчарж, салар, лакриси, Проблема в том, что у тебя флаккэнон, у него лимитированное количество. То есть если он их быстро выстрелит, это, конечно, прикольно. Но что дальше? Ну, вот он их потратил. Бафы висят, 20 секунд. Не, ну, мужчины с трапирой будет все нормально. С трапирой, а лакриси будет прям хорошо заходить. Раз трапиросик, два трапиросик. Давайте подумаем о хорошем хоть раз в жизни. Ну, давайте. А у нас все хорошо. У нас две команды, которые сегодня в форме, и вчера в форме. Ну, в случае с Сикретами немножко нет, но все равно. Ну, да. Давайте будем надеяться, что будет красивая игра, как минимум. И главное, что драфт хоть немного более такой разнообразный. Хотя все равно, в конце концов, все пришло к дефолтным ликвидам, которые состигли стату у викингов и так далее. Давайте посмотрим, что там думают по этому поводу при матч. Что они тут, по-моему, предлагают? 1.65-2.15. Да, ну, 1.65 очевидно, наверное. У нас, кстати, сегодня одни и те же коэффициенты. Такое ощущение, что кто-то зеленился, знаешь, просто... Читаю. Чисто вот есть кнопка 1.65, да, и он мужик, который потеет такой. И 2.15 или что-то около того. Честно говоря, хочется что-то поразнообразнее, хотя сегодня вроде как одни и те же команды встречаются, так что коэффи должны быть разные, наверное. Ну, ладно. Отправимся к нашим комментаторам, друзья. Мужики, которые потеют, находятся несколько в другом месте в комментаторской будке. И я бы сказал, еще 10 мужиков, которые потеют, находятся за своими компьютерами прямо сейчас. Сикрет против Ликвид. Финал такой верхней сетки вот этого тайбрейкского турнира за попадание венера, в плей-офф. Но те, кто проиграют, никуда не улетают. Они попадают в плей-офф. Ладно, они продолжают. Шесть-то свое, да, все нормально. В плей-офф они попадают. Короче, шесть игр выиграли Ликвид к ряду. И они идут за седьмой. Драфт, казалось бы, да, вот у Сикрет все сбалансировано, все классно. Но Ликвид реально разогнались. Они так круто играли последние игры. Ну, посмотрим. Вот найдет коса на камень или нет. На мой взгляд, это драфт вот именно Ликвидовский. То есть вот этот Висп, да, плюс еще и Оракол забирают. Контроля не так много, но Герокоптер бежит, расстреливает. Я верю в то, что у них получится. Хотя вот на самом деле я всегда больше симпатизировал Сикретом. Но конкретно вот сейчас я склоняюсь на сторону Ликвидов. Ну, учитывая то, что они показывали сегодня, я согласен с тобой. Вы Сикрет не так уверенно смотрели. Опять же, я скептически отношусь к драфке на корпозиции без какого-либо баффера. Ну, здесь, понимаешь, это классическая драфка от Сикрет. Что я подразумеваю? Драфка от Сикрет, она зачастую берется не для того, чтобы ее бафали, а она будет бафать. То есть здесь она скорее бафает того же Шторма. Да, и Шторм, по факту, является главной суперсилой. Потому что, ну, посмотри, Оракол, Висп, Сикер, ничего не контролит Шторма нормально. Чтобы его законтролить, непонятно, что нужно сделать. Нужно что-то себе купить, собрать. Инвокеру сложно это сделать. Гирокоптер не тот, Герой Висп тоже, Оракол тоже. Бладсикер какой-то, Атос, но, опять же, это не так надежно, потому что Атос пока долетит. Плюс ко всему, от него легко защититься. Поэтому здесь основная ставка на нишу. Они просто уже играли. У них же постоянно появляется Дровка плюс Морф. Дровка вот плюс как раз таки Шторм. Ну, посмотрим. Да, пока спокойное начало. Сверху уже Тайгу начинают немножко прессовать. Сюда перетянул Синсения. Так, а снизу, получается, Сикер остался один на один с Кентавром. Да, тут трипло на трипло. У нас выходит от обеих команд. Ну, там Зай, в общем, против бокса, да? Кто кого он. Зай сильный, конечно, но в данный момент я бы сказал, что бокси находятся в лучшей форме, а Зай нет. Ну, Black Hole, по крайней мере, от бокса сегодня были классные. Бокси реально заряжают последние игры. Посмотрим, как на линии постоит. Пока что Кентавр очень уверен. Начинает 6 на 1. У него статистика по крипам. Курьера вот забрал у нас Ебзор, мы видим. Да, да. Но Liquid, скажем так, ну, не то чтобы добиваются своего, они вот так вот качают линию, какой-то мини-отвод сделали, Чен забирает одного крипчика, но при этом одного забирает Инсейния. Двойна прям идет. Очень контактная линия одного Пупея. Прям все максимально ровно. На миде при этом... А, ой, все, увольнение. Бокси на миде на инвокере играет, да. Ну, будем считать, что мы до этого не видели. Бокси на инвокере, получается, тогда с Койкой остался. Койкой, да, они же вчера так же играли. Бокси играл на инвокере, и господин... Койкой на сикере вторую игру против Нигмы и проиграли ее, по-моему. Ну, получается, практически матч-реванш только. Да, матч-реванш. Только против другой команды, ну ладно. Судьба против инвокера и блатсикера. Смогут ли. Ну, вот бокси на инвокере смотрелся очень плохо, и вообще в той игре они смотрелся очень плохо, задумки не были. Ну, слушай, тут Ниша подтягивает Бокси под вышечку. Бокси очень больно, успевает убежать. Еще одну тычечку, еще одну. Нет, Регеница Бокси выживает. На тончайшего. Там еще запас Феррика был, поэтому нормально. Контролировал все у нас Бокси. Да, тут сначала Ниша чуть не умер, потом Бокси чуть не умер, и Бокси спасло то, что крипы были, и вышка несколько ударов по крипам как раз сделала. Сейчас может погибнуть, а вот сейчас Феррика уже нет, но... Но Бокси выживает. Начинает Регеница, мансует под вышечкой, тем временем сверху. Флэг Кэнон пошел, но урода мало. Больше в микки залетает, на самом деле. Вот они отводят Оракл, пока здесь Дабла держат удар. Ну, и Чен может там тоже отводить. В общем, я бы сказал, что трипла с Ченом она перспективнее смотрится. При этом нижняя линия на равных, а Мид выигрывается у Сикрет. Так что пока что Сикрет смотрится лучше. Но это пока. Это пока. Посмотрим, как будет спустя пару минут, потому что обычно там какой-нибудь движ начинается под пятую, под баунти, либо же перетяжка какая-нибудь по четвертую от саппортов бывает в Мид. Как вариант, помочь подконтролить руну, чтобы сделать фраг. Но пока за счет того, что стоит все-таки трипла полноценная, да, сверху вряд ли кто-то будет уходить. И надо будет Миддерам как-то своими силами выкручиваться. Да. Интересно, как Ликвиды в Мидгейме что они будут делать. Потому что в Лейте, когда появляются арты, когда появляются куча урона, ой, у нас тут париматч обновляют коэффициент. Ничего себе разброс. И, ну да, и все пока логично. То есть 1.35 на Сикрет, 3.05 на Ликвид. Я бы сказал так, что Ликвид непонятно, как в Мидгейме будет действовать. Потому что Сикрет пойдут с Ченом, Дровкой просто их пушить. Шторм будет летать без контроля. Будет Кентавр, будет зацеп, будет все. При этом Гирокоптер вряд ли все вот к этому моменту уничтожит. Не выжег ману, потому что Ниша сам ее потратил. Хорошо сыграл. Шторм. Так вот, контроля нет, зацепа нет, нужных артефактов нет. Как выйти в Лейтгейм непонятно. Но это Ликвиды. Это Ликвиды. Койкова начинает подушивать. Но он, правда, получается там под вышкой и пару орехов лишних и погибает. Да, на Тоненького казалось бы Зая здесь проигрывает. Если бы Койкова остановился, Зая бы пришлось тяжело. Но Койкова пожадничал, решил забрать в килл. И в итоге соло фраг достается Кентавру. И он получает преимущество на линии. Здесь по-прежнему у нас упорное противостояние. Ну да, тут ровная статистика по крипам. Мы видим кэрри обеих команд. Да, возвращается обратно на линию и обзор. Ну, тяжело пробить вот грамотную линию с Виспом, потому что Висп много отхиливает. Оракл не подставляется. С другой стороны вообще без вариантов, потому что там Чен. Ну, очень богатый Кентавр у нас выходит, если посмотреть на Недворца. Да и вообще очень хороший старт от Сикрет, да. И в меде нормально себя Шторм чувствует. И на легкой, на легкой, наверное, для дровки линии у нее тоже все хорошо. Относительно Герокоптера. В трипле, скажем так. Да, за счет Соло Килла Кентавр так вырвался вперед, безусловно. При этом Шторм уничтожает в миде Инвокера. Причем Инвокер самое для него страшное, что опять же в мидгейме этот герой проседает сам по себе, даже если на равных Недворцах идет. А тут сейчас он умрет. Да, нападают на Бокси и Бокси успевает дать Торнадо. Зацепил еще нишу, дал колдснэп, продолжает жить, но там стампит и должны добить все-таки Бокси. А что же никто не перелетел? Чуть-чуть не хватило, да, одной тычки, но Сикер, Сикер бежит, Сикер бежит и телепорт в этот момент. Катапульт еще поднял, в итоге не обзор, а сагрился на скойку. Обзор успевает. Опять же, лучшее оружие против Сикера, датой фармокер. И Шторм присылает Шторма наверх, Чен тут же, этого совсем не ожидали Ликвиды. Погибает Микки, да, ничем Тайга не мог помочь. Хорошее действие, улетает отсюда Инсейни. Да, слишком сильно залили. То есть, нужно было выиграть хотя бы что-то где-то, но они все проиграли, при этом первые действия сверх неудачные, и сейчас их пойдут давить. Но, прямо скажем, как Ликвид вытаскивать будут эту игру, я не знаю вот теперь. Да, я был за них, но мне приходится переобуться уже на 6.30. Ну что, первый раз, что ли? Ну, обычно хотя бы не так рано. Не так рано, да, но пока да. Пойка с ДД. С ДДшечкой возможно будет нападение на Пупе, Пупе очень больно, Пупе и отдает. Пупе погиб. Ну вот, Койка понимает, что нужно предпринимать какие-то решительные действия. Все-таки его атакующий потенциал поинтереснее, чем у Кентавра. Ну, сместили Гирокоптер вниз пока. Ликвид постоять. Микки здесь один. Ну, наверное, кто-то придет на помощь. Увлекательно, конечно, стоит Гирокоптер свой. Да, под вышечкой, ну да, вот, перетяжка идет еще от саппорта, теперь вдвоем как-то повеселее будет, но за это уже имеет седьмой левел, уже почти восьмой. Так-то. Супер много регена. Попробуй ты его пробей. Будет делать худ. Да, Фейзы себе уже приобрел. Властелин колец просто. Три колечка имеются у него в наличии. Да, да. Регена много. Кольцо Тараски много дает, одно колечко на худ пойдет. А, аккуратненько поставил вард, чтобы была информация, вдруг там кто-то потянется и будет атака. Ну и спокойно стоим. Да, хороший вард. Такой редко сбивают, плюс не видно, как он его поставил. Так он еще и сам может напасть, потому что сюда бежит уже Ябзор. Тайга пытается помочь, но нет возможности увести, потому что четвертый левел, телекинес от Ябзора. Два ТП сделали Ликвид, и если сейчас Зая не заберут, ну прям весть времени. Ну забирают, да. Классно Тайга сыграл. Вот вроде бы вард стоял, но Тайга занимал такую позицию, что этот вард его не видел и в итоге успел помочь. Классно сыграно. Вот на таких штуках могут Ликвид, конечно, отковыряться, но нужно понимать, что это был такой легкий риск от Сикрет, с одной стороны, с другой стороны, ну Кентавр все равно идет хорошо, Шторм тоже, Дровка, в то время как Инвокер Гира проседают до сих пор, и Суппорта тоже имеют крайне мало. Так, Инвиз забирает Шторм, перетягивается вниз. Хотят сделать все-таки фраг, да, возвращается обратно на линию Зай. Так, ну и давайте смотреть, кого же поймают. Не видит Шторма. Да, наступает пока что Ликвид под вышечку, понимая, что опасно, может быть. Да, они хорошо разбираются здесь, ну, Вард стоит, и видели там Рубика рядышком, и возможно догадываются. Ну, информация, скорее всего, была, что у них Шторма на линии. Он либо лес фармит, либо гамбает. И Глуб же не решился идти Шторм, и здесь вот Висп втанковывает, на случай, если сюда кто-то придет, чтобы забрали Виспа, а не Гирокоптера. А теперь Гирыч немножко втанкует, пока Висп отхиливается и отхиливает его. Да, здорово. Конечно, хила вот огромное количество. Нужны будут какие-то скади, какие-то шивы, веселы, потому что Оракл, который хилит Виспа, который хилит Гирокоптера, в итоге в Гирокоптера вливается такое количество хила. Как это все продамажить, непонятно. Как матрешка какая-то звучит. Да, 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 это реально жесткая матрешка. А там, если пофантазировать, что, ну просто вот так вот, реально, на грани безумия, что Висп там берет какой-нибудь себе Тараску Сатаник, потом в него дается ультимейт, он при этом хилит просто как не в себя, с супер-регеном, Гирокоптера невозможно убить будет. Точнее, ультимейт, наверное, будет даваться в Гирокоптер, чтобы его точно не убили. А за это время Висп его захилит, и потом все это помножится на два. Это просто дичь. Ну, у нас пока успокоилась игра. Отыгрывают пихонечку Ликвид, там, балансируют преимущество до трех тысяч в пользу команды Сикрет. Ну, Ликвидам это нужно, это для них хорошо, потому что они сейчас не могут практически ничего. У Сикрет же Чен, у Сикрет Шторм и Дровка довольно... Так, битва за ДД. Разбивает просто и обзор. Да, ну посмотрим, как Сикрет будет действовать. Я думаю, что не ровен час, они что-то нам предложат. Ну, пока не торопятся. Вот Муатумба продолжает выкачивать Лиса, у него ПТ-шка, два в Рейсбенда. Ему нужно минимум Драгон Лэнс нафармить, чтобы он подальше стоял от вышки и имел хоть какие-то статы. Возможно, даже Драгон Лэнс, там, Яш или Драгон Лэнс Манта. Ну, четыре тысячи, очень хороший фарм идет от Сикрет. Прям очень быстро. То есть, еще та стадия игры, когда даже свою половину карты не могут чистить обе команды с одинаковой скоростью и Сикрет чистит быстрее. Да, но проблема в том, что вот уже сейчас Сикрет лидирует, а рано или поздно они пойдут пушить. И пушят они будут очень быстро, с дровкой, с крипами Чена, и это еще будет очень много денег для них же. Но тут вот пока пуш от команды Ликвид наклевывается снизу, смог был разбит от Сикрет, они перетягиваются наверх. Могут найти сейчас попробовать койку, которая стоит под вышечкой один. Аккуратно откидывает Блодрайт, но вот набегает Зай, будет листамбит. И да, побежали, здесь уже ниша, три тэп. Что? Сюда все бегут, Мисейни, получает за хил, здесь Костуис обладрает от Рубика, в итоге забирают у нас... Койку, да, прилетает сюда на релокете Микки вместе с Виспом, расстреливают Ебзора, но это уже минус два у ребят из команды Ликвид, делает байбэ, койку вернутся обратно, Матумба в это время расстреливает Микки, отлично, получает ультимейт Зай, на развороте нападают сейчас-то на Бокси, Бокси должен погибать, да, Бокси отправляется в таверну, на тоненького, и размен-то очень неплохой сейчас для Ликвид, потому что они отбились, они забрали вышку снизу, они сохранили вышку здесь, нам показывают, что еще и стаки есть, гирокоптер сильно поднялся, да, байбэк был на Койкве, но там за малым не выжил инвокер, очень круто сыграл, кстати, инвокер, он на себя принял часть урона, после этого ушел в инвиз, просветить его не смогли, и сейчас пойдет мегафарм, причем контестить, я так понимаю, не успевают нормально законтестить. Когда они не успеют добежать уже до сюда, все разваливаться будет гораздо быстрее. С другой стороны, Пупей тоже занимается стаком для своих тиммейтов, поэтому у Дровки будет фарм. Но Микки поднимет сейчас очень много денег. А, ну тут Вард стоит, я так смотрю, но это Вард от Дайр. Да-да-да. Да, очень много Микки поднимает, и прям вырывается в топ, и гирокоптер, так все хорошо для него сложилось, так они успели отреагировать на вот этот вот выход, и вышку свою защитили, вражескую забрали. Это просто все. Казалось бы, мелочь, да? Но на самом деле, если бы Сикрет забрали Тавр сверху, они бы сейчас выходили на другой. А так они еще раз вынуждены стягивать своего немобильного Чена, плюс нескольких героев на топ. Только сейчас они дожмут топ, это как раз дает Ликвидам время зафармить стаки, которого бы у них не было, выигрывая Сикрет Драку сверху. Это важнейшая такая цепочка событий. И обновленные коэффициенты от париматча. Да, здесь мы видим, что все еще тяжелейшая ситуация. Это, видимо, до драки была ситуация. Я думаю, что после последней драки может быть изменится. Да, пятерка на Ликвид была, 1.15 на Сикрет. Ну, может быть. С другой стороны, все равно рисунок примерно тот же сохраняется. То есть, все равно 3000 за Сикрет, все равно они идут довольно-таки рано давить. Но вот эта вышка должна была еще раз... Перетяжка идет, да. Летит сюда уже. Койко прибежал, сюда перетянулся также. Бокси, по идее, это был, да? И на релокейте... Нет, это оркал был. Бокси на ноге прибежал. Все перетянулись. И на релокейте... Вот это, кстати, большое преимущество Веспа, то, что Герыч не отвлекается от фарма вообще. Как же они эту вышку... Ну, все, днать надо. Не хотят? Может быть, подбайтить хотят? Слушай, она все еще стоит. Это просто шок. С таким пиком, с таким преимуществом не могут ни одной вышки Тауэр... Ну, не хотят рисковать пока раньше времени Сикрет. Ну, не до такой же степени. Ну, отступают. Ты знаешь, это все равно что-то... В футболе не бить по воротам, чтобы бояться рисковать. Ну, нужно бить... Миша за руны Регена. Привет. Забирает бутылочку. Хорошо. Да, приятненько, приятненько. Микки продолжает вычищать леса, и Нетфорс его также продолжает расти. Так, у него БКБ не за горами уже? Они... Смог? От Сикрет. Да-да-да. Хотят переформить Герыча под Веспом, а это очень сложно сделать, учитывая, как... Ну, хорошо играют сейчас Геррокоптер и Весп. При этом Герыч выходит действительно в тайминговое БКБ, потому что нужно отбиваться. И они просто фармят, 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 фармят. Сейчас находят Койку. Койка все спалил абсолютно. Его, может быть, зацепят, но Инсения в позиции. Да, Инсения помогает. Койку остается без маны, без ХП, но только сейчас погибает. Зай его добивает и подстампит, нападает. Тут у нас Матумба убегает. Хорошо. Есть стан от Зая по двоим. Ниша врывается, хочет тайгу по-быстрому вырезать, но не удается этого сделать. Залетает Феллспромис от Инсении по Микки. Микки начинает расстреливать проблему боксу. Боксик погибает. Минус еще один делает Сикрет. Погоня за Инсении. Нет, нечем уже поймать здесь дальше. Инсения уже под Т2. Если только Шторм не полетит, я не знаю. Там как-то разделились они. На самом деле, очень круто сыграл здесь Матумба. Сикер без байбека. Я все ждал, что Сикера засейвит Оракол, но Оракол получил гаст от дровки. Не знаю, как его там нашел Матумба, но это было самое правильное решение. Дать гаст, чтобы Сикер погиб, чтобы он не продолжал бегать, кидать свои неприятные спылы. И в итоге теряют двух героев. Но, как мы видим, теряет еще Вышку, к тому же Ликвид. Как мы видим, преимущество остается на уровне 4К. Кстати, Вышка сверху продолжает работать. Даже на такой минуте туда стягивается Инвокер. Еще побил крипов немножечко. Да, 4К, но это было буквально пару минут назад. Сейчас уже 5. Я думаю, что еще и наберут сейчас Сикрет. В миде, возможно, будет нападение сейчас на Гирокоптера. Нет? Нет, Гирокоптер ушел. Не будет. Не хочет донять Инвокер, потому что, если он задоняет, ему на помощь никто не прилетит. А пока эта Вышка стоит, туда можно нажать успеть ТП даже за долю секунды до ее падения. И все. Как же быстро фармит Гироч. Когда он зафармит БКБ, это будет страшный герой. Но по большому счету ему нужна здесь, наверное, вторым слотом Рапира. Ну нет, не знаю. Мне кажется, Рапиру рановат собирать в такой ситуации. Что-то еще можно взять. Сенжин, Яшу какую-нибудь, как вариант. Можно взять что-то еще. Да, обычно так и делают. Но здесь прям такой темп, что ему просто нужен колоссальный урон. Ему не хватает демеджа, у него все остальное будет. С БКБ у него будет вживаемость. Контроль он собирать не будет. Нет, это... Да нет. Точно. Это вряд ли. Да, поэтому остается либо статы, но все равно какие-то, которые урон дают. Просто так статы ему... Не, он реально купит Рапиру, если доживет. Нет, Рапиру-то точно когда-нибудь возьмет, но не факт, что сразу же. После БКБ посмотрим. Алла Крити... Да, кстати, вот еще урон, что может давать. Алла Крити инвокер. Очень важная штука. Так, ну что, падает вышка-то один. Не стали защищать ее секрет, и можно попробовать поломать Т2, наверное, ликвидом. Аквила достается там для дровки из леса. Просто одну драку секрет проигрывают, и у них все плохо. Но в такой ситуации они могут и не проиграть ни одной больше. Так, ну что, могут сейчас столкнуться обе команды у нас, потому что здесь вот смок от ликвидов. Они заняли вражеский треугольник, и туда идут секрет. Знаю, что это иллюзия. Висп уходит. Инвокер в инвиз. Оракал. Да, поймали Оракал. Попробуют по-быстрому забрать. Или на развороте нишу заберут. Кого же быстрее? Ниша. Успевают убежать. Ой, сильно потерял ниша сейчас. Грызут гирокоптеры. Гирокоптеру нужно сейвить. Уже потрачен полспромис. Как же наваливает дровка? БКП гирокоптеру прилетает прям в драке. Он нажимает его, но Висп его увозит. Куда увозит? На фонтан. На фонтан. Скоро вернет. Инвокер погиб. Койко делает ТП. Просто улетает. Инсения тоже улетает. Скорее всего Висп вернется один и тоже погибнет. Жесть. Как же БКБ они не дождались. Вот чуть-чуть пораньше БКБ это прилетит. И он бы мог гораздо лучше подраться. Но это не от них зависело уже, видишь. Потропились немножко Ликвид. На них начали уже нападение своей Сикрет. Но да. Получилось. Но могло быть хуже гораздо. Слава богу, что хотя бы Микки выжил в данной ситуации. Действительно могло быть гораздо хуже. Но это плюс Рошан теперь для Сикрет. Прожатый Смук не самый удачный. Висп вышел. Потом Оракола нашли. Нишу нечем законтролить. В него-то влетело очень много всего. Но опять же продлить контроль нечем. И вот, пожалуйста, ситуация. Так, ну что, драться идут? Ликвид. Латрать. Но Рошан уже упал. Дровка. Расстреливает на развороте. С ДДшечкой. Как же больно. Койкве, койкве. Без половины ХП. Пока живет. Безумные. Еле ноги унес. Безумные ликвиды прут на этого Рошана. Ну, попытались зажать в невыгодной позиции соперника. Пришли бы на 5 секунд раньше. Могла получиться жесткая драка. И они опять идут. Ну, они идут драться. Микки просто нагло идет вперед. Но тут контратака сейчас будет от Сикрет. Не знаю, стоило ли оно того. Но, наверное, нет. Матумба просто расстреливает издалека. Микки под БКБшкой. Понимает, что просто не вывозит это противостояние. Там забирают еще и бокси. Расстреливают Тайгу. Тайга пытается на тизере уехать. Но тычка еще одна залетает. Собьют, скорее всего, сейчас телепортацию. Да ведь? Да. Сбивать телепортацию это тимбайм. Я не знаю, на что ликвид рассчитывали, если честно, в последней драке. Это был суицид. Они просто пошли на Аегис дровки, на вражеский вижн поднялись. Ну и как результат. Да, и Аегис ничего не выбили, никого не забрали. И Сикрет просто продолжает пушить. Заберут Т2. Это точно. Да, была ситуация, как бы сказал Смайл, плохая, стала супер... супер плохая. ГГГ. 15-5, 13 тысяч перефарма. И теперь все становится слишком просто, потому что под Аегисом Шторм будет летать, Бладстоун истакать, дровка будет просто стоять бить издалека. Ну что, самое время начинать пытаться накопить на Рапиру. Других вариантов нет. Нет. Аганим пока что. Аганим есть еще. Кстати, да, я забыл про Аганим совсем. Ну да. Аганим Рапира нормально. Но я боюсь, что времени столько не будет. Так. Смаки спалились в очередной раз, да. Тяжело выйти в смаках, когда настолько сильно прижат к базе. Некуда идти. Да и опять же, вот какой герой здесь должен пойти первый, чтобы поймать Штормак? Да, нашли Койко. Ой-ой-ой. Да, Койко погибает. Вроде кто-то летел на подсейф, но отменил уже. Т2 сейчас, скорее всего, упадет, потому что крипы рядом. А Аегис все еще действует. Да. Ну а мы напоминаем про баннер. Про коэффициент 0. Да, кликайте, не забывайте, получайте до 100% на свой первый депозит. Наших друзей с париматчем. Да. Так, ну что, Т2 упало, как и говорилось, и на ХГ заходит секрет. Сейчас будут ломать Т3. Есть глиф, конечно, но вот что-то как-то подсказывает мне, что трудно будет защититься там. Миша кого-то нашел это бокс. Есть просветка, но поздновато уже. Не успею забрать. Ну, из-за этого... Хотя вот Матумба не отвлекается, он там продолжал ковырять тавер. В принципе, этим и занимается. И у него все здорово. 15 тысяч. Да, как же тяжело. И вот этот налом, это прям действительно был финиш. Гирыч хочет огоним. Как же нужен урон? Что здесь может еще помочь? Ну, вообще, самая большая проблема реально то, что чтобы они не купили, у них контроля нет. Им никак не выйти, никого не зацепить. Им нужно, чтобы просто была битва стенка на стенку. Да, нет героя, который поддержит врага, пока гирокоптер будет всех расстреливать. Хотя есть, конечно, флагкэнон, можно сказать, который действует на большой радиус, но там ограниченное количество урона, так скажем, с него, который может залететь. Если бы это был лан, и они бы сидели без кабинок друг напротив друга, то единственный шанс Ликвида, я бы сказал, просто встать и крикнуть «Пупей ты трус!» Хватит убегать, «Гоу 5 на 5!» Попытаться подраться 5 на 5! Их бы все равно разложили, скорее всего, но просто в кошки-мышки играть. Странный какой-то байт был бы тогда. Ну ладно, тут нападают у нас на койку, очередной раскол с промис, потратили. Так, 5 на 5 пошло, жестко. Зай врывается хорошо, в боксе, не дает ничего сделать, ниша очень битый, но ниша под блатстоуном регенится. По итогу, да, забрали койку, забирают в боксе, койку делает байбэк, еще один байбэк от боксе, залетает Микки под БКБ, расстреливает нишу, но ниша просто убежит, нет контроля, нечем остановить их. Нельзя нишу убивать. Да все, там Зай сейчас просто всех съест, он врывается на тайгу, тайги очень больно, пытается засейвить там инсене всеми силами, но тут уже приходит Матумба, который начинает стрелять, но Матумба-то может себе позволить это? Так, Микки, перекачка пошла, спасают его из последних сил, очень тяжело. Ниша, нельзя нишу убивать, он резнется с полной маной, его убивают, все, Матумба живой, Сталин залетает в Микки, тайга готов увозить, Станзай пробить, Микки, Микки забирают. Да. Шторм это была худшая цель, его очень тяжело убить, и у него сейчас полная мана после респауна Саекиса, забирают одного, второго, третьего, и, видимо, на этом игра закончится, если, конечно, в Уджи не поиграют, не играют, да, Сикрет молодцы, очень уверенно провели, у меня были сомнения, но с каждой следующей минутой они развеивались, вот буквально первая же атака, когда Пупей присумонил нишу на топ, она дала уже очень большое преимущество, ну и, конечно же, решающий момент с этим. набег в миде под Т1 в вышку на Егис, это было странно, бизоны побежали по тавер, ну что ж, студия аналитики что-то вам еще расскажет про эту катку. Да, друзья, ну, на самом деле, будем честны, по-моему, не было никакого вдохновления у коллектива Ликвид в том, чтобы выиграть этот матч, то есть было видно, что как только не пошло, так и как бы и не пошло, вот, и, не знаю, не было ощущения, что они хотят это выиграть, особенно после того, как они пошли на Т1 вот после Егиса отданного. Непонятно, где могло пойти, в этом вопрос самое главное, то есть что они сделали, чтобы у них было за что зацепиться, то есть чтобы поймать рыбу, нужна удочка, грубо говоря, там или хотя бы рука в воде, а у тебя не удочки, не руки, ничего, ноль помощи. И задница мокрая. Получается, что так. Дата игра, это хороший пример того, как Пупей просто вот тюхнул им виспа, мол, такие, ребята, там висп, я его не баню, забирайте, такие, о, ничего себе, висп, давайте возьмем. И в итоге получился пик, где все друг друга лечат, все друг друга поддерживают, но контроля очень мало, то есть Шторм в этой игре делал все, что хотел. Он летал, врывался, убивал героя, потом уходил, где-то он уходил на ноге, где-то он просто делал ТП-аут посреди драки. Мы ждали просто обеспугодные гирокоптеры. Потому что, да, не дождались, потому что контроля очень мало, ну, объективный его почти не было, то есть, что там у нас, инвокер и все, вот на этом контроль заканчивается. Не хватило, это правда, при том, что Шторм Спирит был пикнут вторым пикном. Вторым, да, и вот братья Виспа третьим, когда у тебя уже Оракл, когда у тебя, ну, вот этот момент, да, записали, это просто отдельные вопросы о том, что они ожидали от этой, вот этого вот. Вот, например, Шторма, всех по очереди пощелкал, потом развернулся и добил остальных. В общем, здесь слишком легко. На мой взгляд, ощущение, что игра закончилась в тот момент, когда секреты на второй фазе забанили Медузу, а парни просто подумали, ну, ладно, забанили Медузу, найдем субституцию. Найдем. Субституция настолько не похожа на то, что является Медуза. Но замечу, что здесь бы, если бы была бы и Медуза, это не сильно бы им помогло, потому что, ну, что Медуза, что гирокоптер не могут всех убить, нам нужно сильно больше времени, чем у них было. Хотя бы ты мог бы подумать о том, что окей, хорошо, мы в лейте, типа, сильнее, может быть, мы попробуем выйти в него, но они даже не пытались выходить в лейт. Мы видим, да, то, что они постоянно принимали файты, надеемся на то, что Игоревич может что-то пробивать, а пробивать он не может ничего. Пайпа закончила, по факту, все его страдания с его магическим демажем, физического он так и не приобрел, потому что, опять же, надо форсить БКБ, до демаж артефактов еще очень-очень далеко. Сколько бы на тебе не было бафов, а на тебе оверчарж, на тебе возможность подставива от Оракла, на тебе есть лакрити, есть ручки, хотя лакрити все еще пока слабая, потому что там классы высокого эвакер. Что далеко выходить-то в старт этой драки, он летел в пятерых, нажал бы от Стоун, и вот он до сих пор живой. То есть, ноль шансов кого-то ведь и Медуза, и, конечно, в этой минуте ничего бы не имело, ни в какой бы лайт они тут бы сейчас так же не выходили. Ну, просто бы команду поубивали. То есть, Сикером, как оффлайнер, конечно, красавчик, но он рулит только если есть много станов, и тогда, возможно, он себя реализует. Но здесь конкретно четыре героя просто без контроля. После такого хорошего Здесь становы против них. Ракетка, гирокоптеры не в счет. Первый с полуорку он тоже не в счет, это ненадежный контроль. И он как бы он подойдет в поля, но все убегают. Как бы инвокер один, его одного на всех не хватит, ну, будем честны. Плюс инвокер здесь довольно-таки трудно. Четыре героя имеют контроль, там еще имеется Саленс, летает Шторм. В общем, здесь вот первые четыре пика у Team Secret они, ну, выглядят рад полностью. А дальше уже был просто вопрос, каким кором они хотят завершить. А там любой кор заходил. Дровка, там, не знаю, ТБ, да кто угодно. Заходил и убивал. У нас ГПМ был 3-2-2, теперь 2-8-3. Все, мы спускаемся постепенно. Все ниже и ниже, да, да, да. И количество фрагов по одному в минуту просто делали. Ты понимаешь, да, то есть ты сидишь и просто каждый минут у тебя человек умирает. Да, у тебя 5 киллов. В общем, очень тяжело выиграть. Еще бы я добавил, что вот Пупей наконец-то начал брать Чена. Ну, я знаю, что сейчас хорошо Роджер играет на Чене, и многие считают, что он лучше Чен на Районе. Да, такое мнение, конечно же, имеет место быть, но фишка в том, что Сикреты просто Чена не брали, поэтому мы до конца не знаем, как хорошо играет Пупей, а как он играет. Он взял 7 турниров подряд. Следовательно, если он начнет снова брать Чена на Ферс Пик, как вот он делает сейчас, то у Сикреты хорошие перспективы в плей-оффе. Да, тут я согласен. Опять же, мы видим то, что если играть на мату, а не братья Фуриона, возможно, то мату себя тоже покажет. Если брать Фуриона, это чисто руин. То есть, это чисто парень, ну, там, захотел, не знаю, подруинил, пофанился, вот и все. Причем, на прошлом же турнире была игра, где Нигма тоже взяли Чена себе для Кура на каком-то из турниров. Видимо, кстати, не на последнем, а когда он еще до руки. И там он тоже закончил игру на первом строчке Фуриона Тверсу. Еще один потенциально хороший Чен, как раз таки, у которых, как ты говоришь, на Ви подсмотрели стратегию, поэтому еще поживо увидим. И финал, возможно, этого турнира будет как раз таки Чена на Чена на Чена на Чена. Ну, НЧА против Чена под Магнусом. БО5, в каждой игре то, что он будет заезжать. В общем, команды наконец-то начали брать сильных героев. Да, Виспа на Четверку для Тайги, которая играет нереально круто на других героях. Я про них, мой секрет, я про этих ребят. Они наконец-то начали брать очень сильных героев. На самом деле, кстати, Виспа Тайги, это как когда Нун убрали ДК. Ты думаешь, Нун, он же шикарен на сумасшедшем количестве микро-героев, от которых надо нажимать кнопки. Все остальное. Мы берем ДК, и ты думаешь, опа, Вейстинг просто талант. Здесь то же самое. Тайга сейчас явно топ-1 в команде своей. Он делает все абсолютно на нереально высоком уровне на протяжении всех турниров подряд. И ты ему берешь героя, которые, в общем и целом, полностью зависят от своих тиммейтов. И сам по себе, да, можно сделать какой-то один-два хайлайта с релокейта, но в целом это герой намного больше про пассивность, нежели активность. А Тайги обычно мы видим именно инициативных героев. Вот. В общем и целом, это то же самое, что Топсону, дать Веспай, поставить его на пятерку и также наслаждаться жизнью. Ну а мы, друзья, на этой ноте отправимся на еще небольшую паузу и вернемся к вам минут через 5-10 с новым Best of 1 наших переигрывок.